здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас детское вязание я вижу детский плит хотя вы можете связать поэтому мастер-класс у любого любого размера плит ну и единственный нюанс что он квадратный его конечно можно сделать прямоугольный для этого квадратный это для того чтобы не делать никаких образцов не вязать образец не высчитывать все высчитывается почему так по я сейчас объясню у меня 5 мотков вот этой вот пряжа элизе велюта 68 метров 100 граммах такая велюровая пряжа мягкая очень приятные цвет у меня 3 530 и вот мне нужно максимально использовать эту пряжу поэтому я решила вязать таким вот способом еще у меня один моток ализе baby best 599 вот такой вот красивая кофе у нас молоком либо капучино что это я не знаю это похоже на норку и спицы 6 миллиметров хотя здесь рекомендуют спицы 8 миллиметров но кто со мной тот знает что я люблю вязать спицами тоньше чтобы связать свободно купить пряжу идеально подходящий для вашего будущего вязаного шедевра можно без лишних хлопот достаточно просто посетить наш интернет-магазин вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи в ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества таких проверенных тысячами клиентов производителей как ализе и yarnart мы внимательны каждому клиенту мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки мы оповещаем вас об акции в скидках и пополнении ассортимента мы хотим вдохновлять вас мы хотим быть лучше для вас наших любимых клиентов чтобы купить пряжу попрощайтесь к нам вещи связанные с нашей пряжей будут очень удобными теплыми уютными будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно доставка осуществляется новой и корпоратив по всей украине и так чего мы начинаем мы вяжем по диагонали начинаем с угла и набираем 3 петли первый ряд мы вяжем лицевыми петлями 1 3 петли провязываем лицевыми петлями далее со второго ряда вернее первый ряд нечетный мы вяжем лицевыми четный мы вяжем резинкой один на один и со второго ряда начинаем добавлять петли значит в начале ряда в каждом в каждом ряду мы вот так вот захватываем рабочую нить и выводим перекручиваем ее и таким образом у нас получается дополнительная петля далее вяжем резинка один на один вот лицевая изнаночная лицевая далее следующий ряд воздушная петля снова и нечетный ряд все лицевые здесь у нас будут образовываться такие вот дорожки из лицевой петли по ним мы определяем лицевой ряд хотя в этом узоре и лицевой и изнаночный ряд он очень красивый значит здесь вот смотрим где вот это вот дорожка это значит что эта петля постоянно лицевая по лицевой кладин значит с изнанки она должна быть изнаночной вот я по этой лицевой петли определяла как мне начинать с какой петли мне начинать резинку всегда потому что очень легко запутаться значит изнаночная с изнанки вяжется лицевая изнаночная то есть этот ряд я начинаю с изнаночной я делаю воздушную петлю и начинаю с изнаночной изнаночная лицевая изнаночная то есть изнаночная у нас попадает на вот эту цельную лицевую дорожку из лицевых петель следующий ряд лицевыми петлями здесь ничего не надо следить потому что будет видно вот это лицевой ряд где у нас лицевые вот такие вот дорожки здесь снова вот видите вот дорожка через одну петлю следующая дорожка значит она у нас будет изнаночная первая петля лицевой оборачиваем делаю дополнительную петлю лицевая изнаночная то есть они в принципе то будут чередоваться лечит один раз изнаночной 1 1 1 лицевой начинать но дело то что очень легко запутаться поэтому я себя контролировала вот так вот в конце ряда последние две петли я определяла вот изнаночная господи лицевая изнаночная то есть я начинаю следующий ряд изнаночная лицевая изнаночная и таким образом мы вяжем до 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 того момента пока не выдержим половину ткани либо ним пока не достигнем той ширины и длины ну как бы по поводу этой вот части которая желаемо если у вас нет ограничения в пряже если есть ограничения как у меня то ровно половину пряжи мы вывязываем вот такую вот большую косынку на расширение вот она моя большая косынка провязала я ровно два с половиной матка но она чуть 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 конечно растянута это такое понятие растяжимая да значит что у меня здесь у меня здесь 93 сантиметра как бы по боку и что я теперь делаю я теперь ширина одной стороны мои 93 сантиметра он там же будет еще обвязка еще в т.о. так что не пугаемся теперь что я делаю я сокращаю в начале ряда как я добавляла теперь я сокращаю по одной петли начале ряда каждого ряда в начале каждого ряда одну петлю я сокращаю теперь у нас наша косынка будет идти на убавление пока у нас не останется наши три петли так девчонки покажу что у меня здесь меня здесь три петли осталось которые мы закрываем вот я закрывала закрывала петли уже и спицы сняла леску и закрываю теперь оставшиеся три петли все у нас получился прямо у ой квадрат который мы вязали по диагонали вот если смотреть схематически вот мы начали в этой вот точке на привязали вот так вот вот таким вот образом при этом здесь мы добавляли петли в начале каждого ряда далее провязали половину до нужной нам длины боковой части это если в том случае если у вас ситуация не такая как у меня и далее мы убавляли в начале каждого ряда и вязали таким вот образом на убавление теперь теперь что мы будем делать вот по всему периметру мы наберем петли спицы три с половиной миллиметра и baby best так я набираю с той стороны чуть-чуть он получается косит но вы не пугайтесь значит что я надо как я начинаю набирать петли значит а это вот вот отсюда смотрите начинаем это наши три петли которые мы закрыли здесь у нас будет центр начиная отсюда мы из каждой кромочной вывязываем по 2 петли 1 то есть 1 получается тут нет не просто кромочная тут получается вот кромочная вернее там где провязана 2 вместе сейчас я вам еще покажу вот видите здесь провязана 2 вместе тут мы тоже набираем исходя из разницы плотности вот кромочная 1 и 2 то есть одну я хватаю петлю за одну стеночку а вторую насквоз за две таким вот образом я набираю эти петли и до 2 итак смотрим я по одной стороне набрала сто девяносто петель у меня получается буду до этой точке сто девяносто сети это будет значит что для моего квадрата все стороны должны быть сто девяносто петель сейчас покажу как набирать по этой стороне другой это мы сейчас набирали по той стороне где у нас были закрытия значит здесь у нас в углах должна быть одна петля как бы по центру дополнительная вот она по центру я ее набираю образом и обозначаю маркера так теперь набираю по боковой стороне здесь у нас получается вот так вот тоже как бы из каждого ряда 2 петли у нас так 22 я наверно так значит по центру вот она петля здесь вот смотрите у нас 1 2 2 вот такие вот петельки как бы из каждой из них нам нужно постараться вытащить 2 я один раз ввожу спицу между где-то петлями вторые второй раз в петлю и вот вторая моя видите вот она вторая опять между петлями и в петлю таким вот образом вот третья вот четвертая одна большая одна маленькая ну и перепроверяем чтобы было сто девяносто петель на каждой стороне и вот эту центральную на углу везде одна петля еще дополнительные уголки так девчонки что я вам скажу у меня две пары спиц вот вот он вот получается так у меня не не влезла все я решила вот так и взяла еще третье спицы буду вязать носок сначала вот одну часть потом вторую что же я вижу значит у меня уже и слетела значит вот она моя петля которая у меня на углу она нет следующая я не вижу как ли главную петлю то есть я делаю воздушную петлю лицевая воздушная петля в следующем ряду я это провяжу лицевыми петлями то есть точно так же как я просто ее провязала чтобы она была в конце то и далее я вижу лицевыми петлями вернее все вижу лицевыми петлями и через ряд в каждом несчетном ряду я в четырех местах и у нас вот эта петелечка по углу делаю вот этот вот реглан классический реглан то есть уголочек у нас там будет расширяться чтобы получилось все у нас ровно и красиво ну и так далее сколько рядов я потом скажу вот сейчас скажу девчонки вот смотрите показываю как это видите вот они добавления вот одна центральная вот это вот петля которую мы определили на угол на четыре угла и по сторонам от нее три раза добавления далее идет вот часть и три раза добавления сделала шестой ряд связала четный просто без ничего далее у нас идет три убавления каким образом я вам сейчас покажу на каждом углу мы вот эту центральную ставим 1 провязываем 3 вместе и так в четыре раза далее отчетный ряд без изменений так еще вяжем 5 3 раза делаем убавления так девчонки смотрите вот такая вот у нас заготовка значит у меня здесь видите нужно затянуть на ту сторону ниточка выглядывает значит всего у меня здесь раз два три четыре пять шесть двенадцати рядов три добавления так значит что у нас здесь есть вот такой вот такая вот заготовка да здесь три убавления три добавления в итоге у нас нарисовался вот такой вот красивый уголочек теперь что мы будем делать теперь мы будем выполнять кетлевку я думаю в этом году уже все научились делать кетлевку каждый уже связал эту шапку шанку но для тех кто не обязал я покажу значит эта петля которая у нас на спице вот мы опускаемся вниз по ней и продеваем крючок но здесь вот хочу обратить внимание что крючок не вот сюда а захватываем основное вязание далее на изнаночной стороне снимаем эту петлю с левой спицы захватываем рабочую нить и провязываем далее следующая петля вот она продеваем наизнанку опять же захватываем край основного изделия чтобы он уходил во внутрь петля кетлевки снимаем петлю провязываем так дальше следующее вот обязательно под изделие под низ и провязываем вот видите я продела под низ а изделие осталось вот таким вот образом ось забыла снять петлю снимаем и провязываем получается вот такая вот обвязка обязательно следим за тем чтобы края сделает так как у нас большая если бы не было вот такой вот большой раз до разницы в плотности у нас бы этой проблемы не возникало но так как у она у нас есть то нам придется следить вот видите крючок попадает всегда как бы поверх основной детали поэтому основную деталь мы принудительно должны запихнуть край ее под вот эту вот кетлевку и таким образом мы продвигаемся дальше 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 и дальше вот иногда она попадает так по всему периметру мы фиксируем эту обвязку вот я прошлась по периметру последние штрихи видите по по кругу оно шло шло и пришло к своему завершению теперь остается разутюжить все но последняя петля я ее еще раз под продеваю из 1 в первую продену просто эту ниточку вот так вот и здесь обрезать не буду продену сюда в одну трюк эту окантовку теперь я про утюжу его подпарю выровняю красиво и подскажу вам измерю вам размеры девчонки вот он мой плед получился снимаю финальную часть так потому что я у дочки вот кстати тот конверт который я вязала вот которые все возмущаются но его им пользуются все довольны кстати вот это вот отделка она из той же пряжи да и пипец да значит что я вам хочу сказать и бутылка пока бутылка от моего внука а дальше посмотрим дальше будет и внук значит размер у меня из-за этого количества пряжи получился метр 10 на метр 10 то есть не маленький узор узор двухсторонний и там и там он красивый вот вот такие вот дела можно соответственно большой плед связать ну то есть любого размера что касается расчетов девчонки не знаю как там считать по площади наверно вот у меня получилось так так что вяжите девчонки я с вами на сегодня прощаюсь с вами была века и школа рукоделия всем пока пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok